Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если Виктор Петрович Томенко создаст опять вот этот ореол, когда все хорошо, как это было при Карлине, то мы будем видеть еще хуже ситуацию, чем это было при Карлине. Именно сейчас формируется новый кабинет министров правительства края, а Долгова, по мнению Корчагина, представитель старого управленческого аппарата, конкретной кандидатуры на ее пост депутат не предлагает, а лишь желает обратить внимание краевой власти на проблемы бейчан, в частности, на то, чтобы в инфекционном отделении центральной горбольницы немедленно сделали ремонт. Палатку голодающий депутат разбил на газоне напротив входа в мэрию Бейска. Однопартийцы, по словам Корчагина, его поддерживают, но устанавливать палатки рядом не спешат. Сегодня в индустриальном районном суде Барнаула проходит очередное заседание по громкому делу Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме. Известно, что суд отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела. Адвокат Матузный представил новое о возвращении дела в прокуратуру. Это позволит дополнительно изучить доказательства, провести очередные экспертизы. На данный момент суд объявил перерыв. Какому решению он в итоге придет, смотрите в вечернем выпуске. В немецком национальном районе три семьи, в том числе шестеро несовершеннолетних детей, остались без крыши над головой из-за сильных пожаров. 4 октября в райцентре Галебштадт пожара хватил двухквартирный дом, который оставил на улице сразу две семьи. В одной из них воспитывается несовершеннолетний ребенок. По словам очевидцев и сотрудников МЧС, жилое здание полностью выгорело всего за 30 минут. В результате случившегося повреждены крыши, перекрытия, стены, строения. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования. К счастью, случаев гибели и травмирования людей удалось не допустить. Днем ранее в селе Полевое та же участь постигла многодетную семью Сомовых. Пламя охватило жилой дом, который перекинулся на крышу от загоревшегося сарая. Причина пожара, как у погрельцев из райцентра, неисправная проводка. Елену и Ивана, хозяев дома и родителей пятерых детей, разбудил неизвестный, который заметил пожар и стал стучать в окна. По словам Елены Сомовой, именно это спасло их большую семью от неминуемой гибели. Сейчас погорельцы находятся у родственников и нуждаются в помощи – одежде, посуде и предметах первой необходимости. Все, кто готов оказать поддержку, могут обратиться в администрацию села Гальпштадт или по телефону, который вы видите на экране. Ирина Харитон, Наши новости. Подняли кубок над головой. Сегодня ночью студенческая дружина «Динамо Алтай» вернулась из Красноярска, где одержала победу в международном турнире Student Hockey Challenge. В финале команда Александра Усачева буквально вырвала победу у соперников из Словакии. Проигрывая по ходу поединка, «Динамовцы» каждый раз все же находили в себе силы, чтобы догнать оппонентов. В конце матча удалось и вовсе вырваться вперед. После этого словаки устроили штурм в ворот барнаульцев, но забить шайбу не удалось. 4-3 «Динамо Алтай» увозит домой кубок и золотые медали. Этот международный турнир, по задумке организаторов, должен был проверить готовность спортивных объектов в Красноярске к зимней универсиаде 2019 года. В следующем году в Алтайском крае могут пройти соревнования по стендовой стрельбе всероссийского уровня. Об этом заявили организаторы регионального этапа Кубка Сибири, который прошел накануне в Павловском районе. В стрелковом состязании сошлись спортсмены из Омска, Томска, Красноярска, Якутска и других городов Сибири. Подробнее Илья Кочетков. Дмитрий Ильенко приехал на соревнование издалека, из Москвы. Он объясняет, вот это устройство специально предназначено для того, чтобы метать оранжевые диски мишени. Вылетев из большой скорости, у мишени будет много раз менять траекторию и умение попасть в нее – настоящее искусство. Он начинает планировать уже на воздухе, на нее может играть ветер, встречный, боковой, плотность воздуха. А потом, когда она устанет планировать, она начнет разворачиваться и как-то медленно падать. Каждый стрелок имеет навыки, где ему лучше стрельнуть. Когда начинают мелькать оранжевые диски и звучать выстрелы, понимаешь, всю эту огромную работу стрелок проделывает в доли секунды. В этом и есть особая спортивность стрельбы и в то же время проверка и развитие охотничьего мастерства. Идущие под разными углами и с разной скоростью мишени имитируют разного рода дичь. Или зайца, или уток, или гусей. Разные расстояния, разные абсолютно полеты. Это вид спорта очень интересный, захватывающий. На чемпионатах мира по несколько тысяч человек собирается. Впрочем, почти 100 человек, что приняли участие в нынешнем кубке, по словам организаторов, это тоже немало. Важно и то, что сами соревнования помогают не только возродить важный вид спорта, но и повысить уровень охотничьей культуры. Ведь по данным Краевой Минприроды, с начала года в крае произошло три несчастных случая из-за неосторожного обращения с оружием. Один охотник случайно убил рыбака, приняв его за бобра. Другой спутал человека с лосем, а третий вовсе пустил шальную пулю в приятеля. У нас ежегодно мы прирастаем по владельцам оружия более полторы тысячи. Им где-то надо тренироваться, проходить какое-то обучение. Ну и просто почувствовать прилив определенной энергии, приехать. Выехать не на озеро, непонятно, что там делать и как, а просто приехать и здесь тренироваться, душу отвести именно по стендовой стрельбе. По итогам соревнований победителями Кубка Сибири стали стрелки из Новосибирска, Омска, Москвы, Барнаула. Но организаторы уверяют, это лишь начало. Они подали заявку на проведение в следующем году чемпионата или Кубка России. Так что есть большие шансы, что уже в следующем году на Алтае пройдут первые стрелковые соревнования всероссийского уровня. Илья Коченков, Николай Шелко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Валар». Почувствуйте разницу. «Валар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Края тепло и сухо. В Барнауле Бейске и Белокурихе плюс 14 и южный слабый ветер. Напоминаю телефон редакции «Барнауле» 722 440. Полная картина дня, как всегда, в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова